Память Афгана Память Афгана Александр Михайлович, вашему самому известному проекту линии Сталина скоро уже 10 лет, и как вот, оправдались ли ваши ожидания, ожидания ваших коллег? Это своеобразный стал бренд, потому что линия Сталина, хотя у нас много было и противников, и, по сути дела, пытались сказать, что ее не было, покажите, допустим, указ, что им Сталина присвоены линии, на что мы резонно отвечали, покажите указ о присвоении линии Мажино, Лимонергейма и так далее и тому подобное. То есть, ну, сам памятник, как и линия Сталина, он интересен тем, что как укреплялась граница в те годы далекие. Как бы там ни было, каждый ДОТ имеет свою сторону боевую, и возле него и в нем гибли люди, ставя как заслон нашествия фашистов. И когда мы делали раскопки, то мы нашли очень много фрагментов человеческих тел, этих наших бойцов, которые мы не могли идентифицировать, кто это по фамилии. И, допустим, мы наткнулись на захоронение немецких солдат, которых тоже скелеты откопали и смогли их идентифицировать. То они оказались в базе данных у немцев, пропавшей в безвести. Это говорит о том, что не так-то все хорошо было и у немецкой армии в начале Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, на этих рубежах погибло очень много. Полностью погиб Ефремовский полк 64-й дивизии. Потому это была трагедия лета 41-го года, о которой мало кто и писал, потому что, сами понимаете, всегда пишут больше о победе. Но это тоже мужество наших бойцов, которое ломало планы немцев. И линия Сталина, она большая, и можно было выбрать и другие участки. Но мы выбрали более характерные, более значимые, которые им можно было в плане подъезда к ней, допустим, к той дороге, которая сейчас существует мимо линии Сталина. Но войны не существовало. Но сегодня она дает возможность, приезжая в сторону Молодечина, подъехать прямо к линии. Вас же посещают очень много иностранных делегаций. И были ли какие-то интересные случаи? Ведь вы открываете неизвестные страницы истории. Ну, мы принимали Уго Чавеса, президента Венесуэлы. И, конечно, факт, когда шел бой и была кульминация, как говорится, когда наши схватились в рукопашную с немцами, то Уго Чавеса с свойственной ему, как говорится, энергией перепрыгнул через ограждение, помчался воевать за наших. Ну, это и смешной случай, и, с другой стороны, это еще показывает эмоции, которые выражают другие. У нас очень часто делегации из Китая, которые знают много об обороне, имеют в своей истории великую китайскую стену, но, допустим, они понимают, что такое инженерное сооружение, и отдают должное, как они сделаны, потому что с 1932 года они сохранились, поэтому идеально. Потому что все это делалось руками, делалось очень на совесть, и вот и удары по доту, допустим, 75-мм снаряда немецкого, ну, не причиняли ему большого вреда, потому что бетон настолько был крепкий, что снаряд буквально отскакивал, и кроме искр, как говорится, ничего не происходило. У нас частые гости, особенно россияне, конечно, они едут и смотрят, и удивляются, и радуются за то, что еще есть такой один памятник нашей общей истории, нашей общей работе, которую делали предки, которых надо помнить. Как я понимаю, Ленин Сталин стал проектом, который родился, наверное, из вашего увлечения военной техникой. Но я знаю, что ваши же изобретения спасали десятки, сотни жизней в Афганистане. Что же это за изобретение, которое созвучно вашей фамилией? Я служил в Гордезе, у десанта-штурмовой бригады, уже был секретарем партийной комиссии бригады, и вроде как к боевым отношениям не сильно то, как имел отношение, как многие считали, собственно говоря. И когда я предложил, что давайте поставим минометы на машины, чтобы можно было моментально подъехать и накрыть огнем, у многих вызвало удивление, у многих кептис, у многих вообще, что что-то не то происходит со мной, мол, это самое. Вот только приехал, два месяца побыл, и он уже какие-то тут предложения, а мы тут уже по два года воюем, и, мол, потому было разное. Но, тем не менее, командир бригады, это полковник Раевский, говорит, давай, ну уж и давай. Я поехал и сделал. Срезали, был станок от ЗУ-23, зенитные установки, разбитые. Мы срезали, наварили площадку, сняли со станины миномет, сам Василек скорострельный поставили. Получился, он на 360 градусов вращается, как зенитные, это самое, кассеты только заражают, все. Поставили в кузов Урала, и получилось очень эффективное такое оружие. На первом же, когда нас начали обстреливать, мы выехали, и расчет буквально 100 мин за несколько минут, пару минут повесил им. Все бандиты, которые прятались в русле реки высохшей, практически погибли, и никто не ушел. Ну, а солдаты, ну как, кто делал метла? Ну, вот, назвали ее метлой. Ну, и все уже, так, метлу, там, на сопровождение метлу туда. Да, ну, я не обижался, собственно говоря, конечно, вызывал ужмешку, но, ну, по сути, это стало моей машиной. И до конца вывода, эта машина существовала, еще потом вторая была машина, которую с блоком тоже метла-2 называли. Александр Михайлович, два десятка лет прошло с той поры, когда последний советский солдат покинул Афганистан. Сейчас это боль или уже память Афгана? Время, оно много чего сглаживает, но я хочу сказать, что память, она останется на всю оставшуюся жизнь, потому что очень много трагедий пришлось и самому увидеть, и просто знать в связи с этим Сауфганистаном. Это боль, конечно, в первую очередь матерей, которые потеряли своих сыновей, которые ничем не загладишь, ничем не искупишь и ничем не порадуешь. Потому что это их, ну, вечная боль, она заставляет еще раз задуматься о тех вот ребятах, которые погибли. Мы чем можем, тем помогаем. И потому память Афгана, она, несмотря на то, что эти события удаляются, и, как я уже сказал, это уже стало историей, по сути дела. Но те, кто воевал, это, я думаю, никогда не забудут ни своих друзей, тех, которые погибли, и те, которые были рядом. И потому это нас во многом объединяет, и я не один. Откуда находятся средства для помощи? Неужели линия Сталина такая рентабельная? Изначально фонд, он формировал как бы творительный, и мы собирали эти средства. Собирали средства, и у нас всегда поддерживали многие организации, и частные граждане, и частные предприниматели, которые давали и дают деньги на наши дела. Потому что мы, если заявляем, то и делаем. То есть мы за каждую копейку отчитываем, мы каждую копейку, которую получаем на благотворительность, тратим именно на благотворительность, а не на другие цели. А линия Сталина, конечно, очень тяжело выживать на самоокупаемости. Мы тоже вынуждены просить помощи и на содержание историко-культурного комплекса линии Сталина. Но хочу сказать, что на сегодняшний день многие тоже откликаются, понимая, что и финансовую составляющую, и ту задачу, которую мы решаем, и вообще значимость историко-культурного комплекса идут навстречу. И мы выходим из положения, из финансовых трудностей. И мы всегда рады любой помощи, то есть физической, моральной, материальной, тем более, которой поступает наш фонд. Что самое приятное в работе? Это детвора, вот та, которая посещает линию Сталина. Конечно, это чудо, потому что приезжают детишки иногда, даже пацифически настроенные. Куда мы приехали, что тут смотреть, в конце их не оторвать. Бедные эти учителя, воспитатели, буквально их снимают с танков, с артиллерийских систем и так далее, и так подобное. Они прямо прорастают, как будто фотографируются, они радуются. А мы рады за них, потому что линия Сталина, она, в первую очередь, нужна подрастающему поколению, чтобы еще раз напомнить, чтобы еще раз побудить к изучению истории, к пониманию тех процессов тяжелых, которые проходили в прошлом веке, и что пришлось пережить их предкам, то есть прадедушкам, дедушкам. Десятилетний юбилей – это определенный рубеж, но на этом работа фонда не останавливается. Что дальше? В 10 лет, можно сказать, что фонд состоялся и свою задачу выполняет, собственно говоря. То есть он не отступил ни от одного своего пункта, который предекларировал в уставе фонда. Но, тем не менее, мы видим и перспективы развития, потому что, будем говорить, что ветеранов Великой Отечественной войны, которых мы очень уважаем, которым мы чем можем, помогаем, но это уходящее поколение, которое вынесло на своих плечах вот ту тяжелую войну. Воины-ауганцы, они тоже, выполняя приказ Родины, выполняли тяжелейшие задачи в условиях военного времени, и об этом тоже никто не должен забыть, собственно говоря. И мы будем напоминать об этом всегда, не только словами, но и делами. Александр Михайлович, большое спасибо за интервью и успехов Вам! Спасибо Вам!